Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о книге пророка Наума. Обратимся сейчас к ее первой главе. Довольно краткая в целом книга пророка Наума состоит из, по-видимому, нескольких фрагментов проповедей, которые пророк Наум Элкассианин, как его называют, произнес в Иерусалимском храме, вероятно, в самом конце VI века до Рождества Христова, во времена царя Иосии. Ну, по-видимому, знаете ли, основное событие, вокруг которого строится вся речь пророка Наума, произошло приблизительно в 617 году, до Рождества Христова. Ну, и где-то вскоре, вероятно, после этого, а может быть, отчасти незадолго до и вскоре после падения Ниневии, вот и произносятся эти слова пророка Наума. Посвящены они, собственно, гибели Ассирийской империи и конкретно гибели Ниневии, столицы Ассирии. Собственно, так и надписана эта книга в первом стихе «Пророчество о Ниневии». Спрашивается, а зачем вообще было Иерусалимскому храмовому пророку говорить что-то о чужеземной столице, об этой чужеземной империи? Ну, кроме того, что, конечно же, все без исключения страны и цари Ближнего Востока испытывали на себе в той или иной степени влияние этой самой Ассирийской империи, влияние Ниневии. Кроме собственного исторического контекста, здесь еще чрезвычайно важно, по-видимому, что пророк, как и те, кто включили книгу пророка Наума в число 12 малых пророков, пророк исходит из очень важной идеи. Бог один для всех народов. И заповеди Бога, и требования Бога одинаковы для всех народов. То, что ненавитяне не чтят единого Бога, то, что Ассирийцы поклоняются там своим малосимпатичным, прямо скажем, богам, не освобождает их от нравственных требований. Их заблуждение, их ослепление, которое влечет за собой поклонение всякой билиберде, не отменяет того факта, что Бог один, он есть, и нравственные требования его к людям одни. Это первое. И второе, в сущности, вопреки своим собственным взглядам. Автор этой короткой книги свидетельствует о том, что все народы принадлежат Богу, так и хочется сказать, одинаково. На самом деле, Наум все же в первую очередь думает о своем собственном народе, об иудеях. Но, тем не менее, единство, равенство людей перед глазами Бога тоже для него важная вещь. Иначе не было бы смысла вообще говорить о том, что он говорит. Начинается, собственно, эта книга с гимна, обращенного к Богу, воспевающего величие Бога. Но для современного читателя есть некоторые вещи удивительные, потому что Наум начинает свой гимн словами «Господь есть Бог ревнитель и мститель». «Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим». Ну, как же так? Совершенно не хочется, чтобы Бог был ревнителем мститель. А это важно. Понимаете, может быть, сегодня мы бы сказали, Бог не постмодернист. Ему не все равно. И Бог различает добро и зло. И Бог воздает за то и за другое. Отношения Бога к тебе, к твоей истории, к твоим поступкам, к твоей жизни определяются, в общем, тем, что ты выбираешь. Бог есть ревнитель и мститель. Бог не только возмущается и гневается человеческим злом, и не только угождает ему человеческое добро, но он и добивается. Вот что тоже очень важная вещь, понимаете? Вот эти слова «ревнитель и мститель», с которых начинается книга, означают не только то, что Богу не все равно, но Бог и добивается торжества своей правды. Действия Бога в истории направлены к этому торжеству. И вот пророк Наум в основном все-таки вот он говорит в третьем стихе «Господь долготерпелив им велик могуществом и не оставляет без наказания». Речь идет, конечно, о том, что не сразу, не всегда зло человеческое, жестокость, как в случае с Ассирией и Ниневией, находят свой ответ от Бога, но находят. Это долготерпение тоже важная очень вещь, потому что в человеческих масштабах далеко не всегда есть у нас возможность увидеть плод этого возмездия Божьего, но оно есть, оно неизбежно. И, воспевая Бога, пророк здесь говорит, «Горы трясутся перед ним, и холмы тают». В каком-то смысле общее место в библейской хвалебной поэзии мы увидим потом подобные мотивы и, скажем, у Исаии Вавилонского. Но вот смотрите, пророк Наум при этом говорит о гневе Божьем как о всепобеждающей силе, как о разливающемся потоке пламени. Перед негодованием его кто устоит, кто стерпит пламя, гнева его, гнев его разливается как огонь. Но еще есть другая сторона у этой медали, потому что здесь же говорится «Благ Господь, убежище в день скорби и знает надеющихся на него». Благ Господь одновременно для тех, кто несет в этот мир зло, уничтожение, угнетение и кровопролитие, как Миневия. Для них гнев Божий как разливающийся огонь. Но Бог знает и тот факт, что есть на него надеющиеся люди, и для них он убежище в день скорби. Бог таким образом не только ревнитель и мститель, но и убежище в день скорби. Но пророк Наума обращается главным образом к Ниневии. Издалека, он же не в Ниневии проповедует, он проповедует в Иерусалимском храме. И вот он говорит «Из тебя произошло умысливших злое против Господа, составивший совет нечестивых». Ну и скорее всего речь идет о том, как сирийские цари и их полководцы оскорбляли Бога Израилева, как об этом говорится в последних главах книги Исаии Иерусалимского. И вот Господь говорит, что эти ассирийцы, они безопасны и многочисленны, ничего не боятся, в смысле бесстрашие, безопасные, но они исчезнут. А тебя, обращается пророк к Иерусалиму, где он, еще раз повторю, проповедует, «От тебя я отягощал, а больше не буду, сокрушу ермо ассирийцев, лежащее на тебе». И снова пророк предсказывает, предрекает Ассирии «Гибель не будет более семени с твоим именем». Снова обращается он к Иудее, к израильтянам и жителям Иерусалима, и говорит, «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, празднуй, Иудея, праздники твои». Это последние стихи первой главы, хотя, конечно, по содержанию они больше связаны с второй главой книги Наума. «Гибель не будет более семени с твоим именем».